Мы вернемся к процессу блокировки близкородственного скрещения. Дело в том, что то, что я вам сказал, можно понять таким образом, что все живые существа стараются избежать близкородственного скрещения. Это примерно так. Но, обратите внимание, что я вам говорю, не избегают, а стараются избежать. Здесь ситуация играется примерно в общем. Вот мы с вами о ходе эволюции говорили. Скажите, с биологической точки зрения, более важная функция, чем размножение. У организм вообще есть или нет? А в том самом деле, в виде размножения и жизнь на планете останавливается. Останавливается в ходе обновленности. Это понятно? То есть, на самом деле, в некотором смысле, любой живой организм живет для того, чтобы размножить. Но, если ты уже умер, то размножиться тебе сложно. Поэтому, оказывается, что жизнь существует вот в такой двойной логике. Любая жизнь. Любая жизнь детей всегда. С одной стороны, группа задач, направленная на выживание. А с другой стороны, группа задач, направленная на выживание. Скажите, пожалуйста, решение этих задач всегда будет совпадать? Да. Любое ли действие, которое повысит вашу вероятность выживания, одновременно будет способствовать размножению? Конечно нет. Хорошо. Все ли действия, которые обеспечивают удачное размножение, будут благоприятны для выживания? Разумеется? В результате, жизнь – это вот такой компромисс, это такая балансировка между этими двумя совершенно разными задачками. И здесь вполне допустимо следующее аналогия. Скажите, выживает организм для себя? А для кого? Для потомства. Для потомства его надо еще поучить. Его потомство надо еще поучить. А это вот эта была задача. Выживание – это вопрос каждого. Я выживаю. Хорошо. А размножается организм для себя и для этого, в некотором смысле, для рода, для вида, для потомства. Для того, чтобы была непрерывно вот эта черета. Если организм перестал размножаться, что с этим родом? Что с этим видом? Он просто исчез. Он перестал быть. Так что живем для себя, а размножаемся для других. Для потомков. Мы таким образом поддерживаем непрерывность жизни. Непрерывность рода. Отсюда одна группа ориентированных ценностей, которая говорит «выживем», а вторая группа ориентированных ценностей, которая диктует необходимости рода. Необходимости продления того порядка, носителем которого являюсь я. Если они размножаются, то порядка приседаетесь. Так? Вот в этом уеке вся жизнь и всегда существует. Потому что вот это два разных объекта. Другое дело, что у нас, у людей, с нашей фантастически сложной внутренней структурой организации жизни, как бы вы это ни назвали, разные люди это называют по-разному, и здесь не имеют вакуа. Важно, что про себя могу сказать, что я осознаю, а что я не осознаю. С китайцем уже возникает вопрос, потому что я не знаю китайского языка. Он, конечно, меня там может что-то сказать, но я этого не понимаю. Абсолютно ничего нельзя сказать по поводу возможности осознания или неосознания. Я не знаю, беркута, домовой мыши, пузнечика, подосиновика. Это вопрос, который биологией решиться не может. Это не сфера биологии. Это сфера совершенно других областей знаний. Понимаете? Поэтому когда биолог начинает рассуждать, не дай Бог, душе, выжить это бывает редко, но даже о таких вещах, как память, мышление и так далее, получается огромное количество накладов. Биолог работает с железой. Биолог работает с процессами физическими, химическими и так далее. Существует гигантское количество явлений, которые к этому не сводятся. Вот как я вам показывал, что смысл слова, он, конечно, нуждается в носителе. И безносительно не существует. Но смысл – это не материальная вещь. Это идеальная вещь. Так что не очень хорошо, когда биологи начинают влезть в ту сферу, где их компетенции окончаются. Но мы, собственно, и сейчас даже не об этом. Мы с вами немножечко о другом. Если размножение является одной из важнейших функций, то дальше возникает такая игра. Равносится важнее всего. Это программа деминирующая. С другой стороны. Со своими лучше не размножаться. Со своими – это с близкими рубежами. Поэтому вот сейчас очень красивое исследование идут на тему того, что при нормальном, неповрежденном сообществе биологическом, сосед всегда привлекает к нас в его. В брачный сезон живое существо всегда будет при возможности образовывать пары не со своими, а с соседями. С представителями такого же вида, но и ныне. Ну, хорошо, а теперь? Покурочили мы сообщество. Нарушили нормальное обитание живых существ. Нарушили нормальное распределение. Достаточно количество соседей у нас наблюдается, и не наблюдается. Если мы взяли, я не знаю, по бандиле немножко некоторого участка, кто-то выжил, кто-то не выжил, но и жил теперь вот таким сплошным системным соседским образом или отдельными очагами? Отдельными очагами. Если перестали нажаться, все. Это остановка данного пути, данного рода. Так? Правильно? Вот эта система, платирующая близкородственное скрещивание, у животных работает, но работает до определенного предела. Если других партнеров нет, то размножаться будут и внутри семейного круга, и внутри семейного скрещивания тоже будет. Потому что слишком высока ценность самого прогрения рода. При этом, со всеми неудачными вариантами, что произойдет? А им будут неудачные варианты? Ну, они отойдут. Они просто все погибнут. Да. Они будут все отсечены. Но шанс того, что информация рода останется, будет продолжена, остается. А если мы вообще не размножились? Есть ли шанс, что информация остается? Нет. Нет, это полная платирующая. Вот это вот полностью зарубили. Так? Так что вот так примерно обстоят дела по поводу близко-отдаленного родственного скрещивания в естественной природе. Если ситуация нормальна, если она не поломана, то предпочтительно будет отдаленно-родственное скрещивание. Но при необходимости будет наблюдаться близко-родственное тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова